Прийти в гости к школьникам, священнослужителям и правоохранителям заставила непростая ситуация в мире. По их мнению, поговорить об экстремизме сразу с нескольких сторон именно сейчас очень важно. Мы видим, что в данное время негатива как бы больше даже, да, чтобы мы совместно с православным, совместно работали, объясняли молодежи, объясняли детям, что надо жить в этом жизни, вот как закон общежития, взаимоуважение, вот, чтобы мы не ссорились, не дрались. Появилось такое слово, да, новая толерантность, и многие рассуждают и думают, что это слово вседозволенность, вот. На самом деле толерантность должна проявляться, терпимость к вере, к национальности. Это открытый урок для тех, чья взрослая самостоятельная жизнь начнется совсем скоро в зале 9, 10 и 11 класса. Многим из них уже 16, возраст, с которого наступает уголовная ответственность для несовершеннолетних. И главное, по мнению правоохранителя, этот факт школьники четко должны понимать, делая первые шаги ко взрослой жизни. Весьма вторая сформулирована следующим образом, кстати, это возбуждение ненависти, либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Ну, я думаю, такие понятия достаточно очевидны для каждого из нас с вами. Но и в 16 лет можно встать на борьбу с любыми проявлениями экстремизма. И, конечно, необходимо начинать с себя, а именно стать толерантным. Но что это такое, как оказалось, до сегодняшнего дня знали не все. Русское слово терпимость гораздо ближе и понятнее. Скажи, пожалуйста, знаешь такую толерантность? Если честно, нет. Почему? Я не могу сформулировать. Обычное, так сказать, отношение к чему-либо. Наверное. Это терпимость к другим народам, к другим нациям в том числе. Я считаю, что это необходимо. Это первое, но уверяют, не последний открытый урок для школьников. Следователи совместно со священнослужителями намерены рассказать об экстремизме всем старшеклассникам, чтобы они умели, а главное знали, как в Оренбурге не допустить того, что во всем мире считается угрозой номер один. Ольга Патрушева, Дмитрий Примачек. Наше время. Дмитрий Примачек.